Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в удивительном пространстве, в прекрасном пространстве. Это детский сад номер 39, детский сад «Жемчужинка». Мария Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Рады вновь приехать в ваше дошкольное образовательное учреждение. Оно удивительное, оно очень светлое, очень просторное, новое, самое главное. Вам всего лишь три года. Как вообще родилось название? Почему «Жемчужинка»? И какими, конечно же, были для вас эти первых три года? Название родилось у меня давно. После участия во всероссийском конкурсе «Дошкольный педагог России» «Жемчужинка» – это то хрупкое, что мы должны хранить и ценить. И вот на конкурсе победителю дарили хрустальную жемчужинку. Всем лауреатам дарили маленькие брезентики в виде жемчужинок. И вот у меня это отложилось, что на самом деле она же очень долго растет. Она очень хрупкая, она очень нежная, она очень ценная. Это как наши дети. И название сада как бы вот сложилось из этого. Вот. Ну и потом, конечно, сейчас уже, глядя на свой коллектив, я могу сказать, что у меня одни жемчужинки работают. То есть как раз мы собираем наш жемчуг в наш коллектив, в нашу раковину образно. Мария Викторовна, какие основные направления вы развиваете в вашем учреждении? Ну, в связи с тем, что у нас два спортивных зала и бассейн, спортивное обязательно направление, да, оздоровительное. Потому что детям, к сожалению, сейчас не хватает вот двигательной активности. И вот хочется, чтобы они росли в первую очередь здоровыми, крепкими малышами. Но также мы не забываем про духовно-нравственное воспитание. Вот в этом году мы организовали такой бесплатный дополнительный кружок доп. образования именно по духовно-нравственному воспитанию. Мы для этого специально сделали русскую избу. Наш педагог закончил курсы по данному направлению. И вот сейчас уже положено начало работы в этом направлении. Детям безумно нравится. Конечно же, привлекаются родители, потому что без родителей мы никуда. Родители довольны то, что дети поздают наши истоки, нашу историю. Как бы все проходит в такой игровой позитивной ноте. У нас есть сейчас возможность побывать в вашей импровизированной русской избе. Давайте отправимся и понаблюдаем за тем, как проходят занятия. Мы с вами уже говорили об оберегах. Что такие обереги? Обереги истинно были у нас на Руси. Они охраняли наш дом, давали здоровье. Правильно? Да. Поэтому мы сегодня с вами украшаем подкову. Подкова на счастье. Она тоже оберегает нашу жизнь. Дом, квартиру оберегает. Правильно? Вот. Вы приступайте. Начинаем рисовать. Что касается... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Которые раньше делали вручную Мария Викторовна, расскажите более подробно о педагоге, который занимается духовно-нравственным воспитанием и о том, как создавалась русская изба в стенах вашего детского сада Педагог, который занимается данным направлением духовно-нравственным, Самойлова Резида Мансуровна Она у нас многодетная мама, у нее есть трое замечательных деток, все мальчики Она очень активная В детском саду работают уже давно Мы с ней познакомились еще когда вместе работали в 54-м детском саду Как бы все мы оттуда Я очень рада, что она пришла именно ко мне работать И это такой сподвижник моих идей, моих каких-то задумок То есть вот соглашается, реализовывает и все получается Но сначала мы хотели, чтобы это было непосредственно в рамках ее группы А так как у нас в детском саду много помещений И хочется разных маленьких, которые не пригодны именно для групп Но хочется, чтобы они тоже были использованы не только как кладовые Или для хранения каких-то архивов Пришла такая идея из данного помещения, где мы с вами побывали Создать русскую избу Для этого подключились у меня педагоги Они разработали целый проект Это Казачинская Эльвира Викторовна, наш художник самый главный И Лангвинович Надежда Михайловна Михайловна также помогала и остальной коллектив воспитателей То есть здесь понятно, что вдвоем они бы не сотворили такое чудо Наши родители замечательно откликнулись Они сделали мебель нам Девочки разрисовали стены Комната еще доукомплектовывается Там еще есть пустые углы Что будет там? Один угол у нас обозначен, что там будет русская печь Уже эскиз ее есть Осталось только воплотить это Сделать, потому что Конечно, можно сделать из любого бросового материала Это русскую печь Но мы хотим приблизить к реальности Чтобы дети могли залазить на нее Ставить чугун вовнутрь То есть чтобы они вот с бытом непосредственно Что говорят дети после того, как посещают русскую избу После того, как их облачают в русскую одежду То они изучают, проходят разные обряды Им рассказывают очень много из истории Из быта Ну вот начнем с девочек Девчонкам нравится наряжаться Вот у нас еще есть сундук специальный Где вот украшения собраны То есть если у них какие-то калятки Или праздники организуются То есть они выбирают себе бусы, головные уборы Это вот, ну, наверное, как всем девочкам Мальчики, когда их одевают в косовородке И если картуз еще на голову водить Они как-то серьезные становятся Прямо таким мужичками Конечно, со стороны вот смотришь Дети преображаются Но самое интересное Они так готовы впитывать вот все, что им говорится Им так это интересно А потом выясняется в беседе с детьми Что у кого-то в деревне еще сохранилось это Что там кто-то эту печку живую еще видел Да, и даже там пробовалась чугуна еду Настоящую, которую готовят А у кого-то там в деревне какая-то старая Старинная вещь лежит Вот, и дети начинают рассказывать Начинают вроде бы сначала рассказывать про вещи Но потом переходят к своим бабушкам, прабабушкам Начинают спрашивать у родителей А где мы, а кто раньше Получается, в эту деятельность включены все И родители, и дети, и, конечно же, педагоги Да Ну, мы должны знать свои корни И дети должны знать свои корни Просто иногда, может быть, в силу того, что нехватка времени Где-то не договоришь, не расскажешь А здесь уже дети, получается, сами у родителей Начинают спрашивать И никуда им не деться И самое интересное, что Когда вот вспоминают даже Когда семейный альбом, да, открывает Сразу тепло на дыше становится И хочется поговорить и побеседовать И уже помнишь, не помнишь Начинаются какие-то истории Очень интересно Но, я говорю, опять же, здесь вот без родителей Без сотрудничества с родителями Ничего бы у нас не получилось Мария Викторовна, Вы сказали о том, что уделяете большое внимание Спортивному воспитанию Ваших малышей Хотелось бы побывать на этих занятиях Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Занятия в бассейне вообще важны С младенчества У нас бассейн с трех лет Это уже большие детки А приходят, когда маленькие Очень важны Во-первых, мы развиваем координацию Профилактика всех болезней Меньше болеют Развиваются Ну и самое главное Получают навык плавания Это в нашей жизни очень, я считаю, важный Мария Викторовна Как подбирали педагогов Именно для физического развития Потому что у Вас в детском саду Есть и инструктор по плаванию И, соответственно, инструктор по физической культуре Вы знаете Специально не подбирали Кастинг не устраивали Наверное, мне просто везет на хороших людей Сначала ко мне пришла вот Ксения Ивановна Романченко Она в этом году у нас участвует в конкурсе В профессиональном дошкольный педагог района Сейчас как раз готовимся к первому этапу Молодая, активная и, самое главное, стремящаяся к лучшему результату Наверное, это самое важное для спортсменов То есть она методично детей учит тому, чего она хотела от них увидеть Может быть, иногда слегка отходит от программы Но наш бассейн это позволяет Почему бы не воспользоваться Мне кажется, дети с таким удовольствием Участвуют, принимают участие в занятии Они с таким удовольствием забегают в бассейн Да, деткам очень нравится Единственное, что когда они первые у них посещение Там у них такая же адаптация идет к бассейну Как, в принципе, вообще к детскому саду Не каждый ребенок первый раз заходит в бассейн У Ксении Ивановны есть свои маленькие хитрости О которых она не говорит Но потихонечку она приучает всех И уже вот к подготовительной группе Дети с удовольствием принимают участие и в занятиях И в спортивных соревнованиях В этом году на базе нашего детского сада Прошли первые соревнования по плаванию То есть до этого никогда в нашем микрорайоне такого не было Мы принимали у себя детские сады Были команды И мы очень гордимся, мы заняли первое место То есть наши ребята молодцы Мы и приняли их хорошо, и выступили хорошо Но, в принципе, идея именно соревнований в бассейне Понравилась Посмотрим, что можно будет на следующий год Я надеюсь, что это так и продлится Просто, к сожалению, не все детские сады у нас сейчас На данный момент с бассейнами И чаще проводятся такие соревнования Как «Мама, папа, я спортивная семья» Или «Спартакиада» Но, тем не менее, все больше и больше появляется новых детских садов А они уже, естественно, все оборудованы бассейнами Да, бассейнами Поэтому в вашей семье пребывает Пополняется Пополняется В количестве участников Поэтому уже, скорее всего, в ближайшее время Появится «Спартакиада» и по плаванию Среди школьных образовательных учреждений Было бы очень замечательно Потому что, на самом деле, детвора очень стараются И, как любые, наверное, спортсмены Они должны работать на результат То есть они должны видеть результат своих трудов Потому что для детей все-таки это труд Зайти в воду, сделать определенные движения Услышать в резиновой шапочке педагога И правильно все выполнить Марина Викторовна, мы побывали еще В одном удивительном месте Которое находится в вашем детском саду Это сенсорная комната Это что-то непередаваемое Что-то невообразимое А самое главное Там самые маленькие ваши воспитанники Ваши малыши Расскажите о том, как появилась эта комната Потому что она образовалась не сразу Создавалась она тоже по крупицам Изначально у нас этой комнаты не было То есть при открытии детского сада В данном помещении Планировалось кабинет музыкального руководителя Это помещение оборудовано хорошей вентиляцией То есть оно проветривается Ну вот первое, наверное, что вот Когда мы сюда вошли Мы решили, что вот сенсорная комната нам необходима Необходима для того, чтобы Была возможность проще адаптировать детей К детскому саду Вы как вот могли заметить Да, вот были с нами наши маленькие Некоторые дети всего лишь 2-3 недели посещают детский сад Им 2 года всего лишь Им 2-2,5 года И по ним не скажешь Что вот они вот только-только пришли из дома Они уже раскрепощены Они в этом бассейне прыгают, ныряют С педагогом мы нашли общий язык Плюс еще вот песочная анимация Которая тоже успокаивает Но данной комнатой у нас пользуются не только ясенные группы В данную комнату у нас Данную комнату посещают все группы Единственное, что по подгруппам Есть, конечно, иногда и индивидуальная работа Которая проводится именно там Потому что иногда Необходима психологическая какая-то разгрузка Для ребенка поговорить Какие-то проблемы выявить И вот там он спокойно может Глядя на волшебные пузырьки Расслабиться, успокоиться Ну, вот не знаю Мне кажется, это самое такое наше удачное приобретение Мария Викторовна Ну, вот казалось бы, да У вас есть сенсорная комната У вас есть бассейн Большой просторный спортивный зал Прекрасный зал музыкальный Там, где дети учатся петь, танцевать Где они учатся рассказывать стихи Ставятся все ваши постановки И проходят все ваши концерты О чем бы еще, казалось бы, мечтать? Ну, в планах у нас построить Маленький экспериментарий Вот, у нас для этого мы уже присмотрели Где мы это можем сделать Вот, и на протяжении уже, наверное, полутора лет Мы потихонечку двигаемся к нашей мечте Я надеюсь, скоро она осуществится Потому что очень хотелось бы Для детей сделать такую маленькую Мини-лабораторию Где также они могли бы приходить по подгруппам И познавать наш мир Изучать те же законы физики Но на своем уровне Вот, мне кажется, детворе это будет очень интересно Вы очень тесно и активно сотрудничаете С общественными организациями Денцовского района Это и ветеранские объединения И волонтерские И вообще, ваш коллектив И ваши воспитанники Одними из первых принимают участие Во всех акциях Которые проводит район Да, мы очень активны Мы очень любим принимать В общественных мероприятиях участие И самое главное, мне кажется Надо наших воспитанников Именно приучать личным примером То есть это хорошо Участвовать в конкурсах Участвовать в каких-то тех же субботниках Очень часто к вам приходят ветераны Дети войны Это вообще отдельная у нас тема Мы очень любим наших гостей Потому что очень трогательно смотреть Когда старшее поколение Передает младшему поколению Свои знания, свои воспоминания И когда у нас первый раз пришли ветераны Немножко трепетно было Думаю, будет им интересно Послушают они И такое удивление было Дети сидели полчаса В полнейшей тишине Слушали рассказ ветеранов Про то, как они воевали Как они потом встречались с товарищами Какие они терпели неудобства Как они радовались Ребята, настолько это было интересно И мы, глядя на это, решили продолжить Также в нашем саду мы организовали музей Он у нас еще молодой Еще только год, как у нас существует Мы его не стали делать тематически Посвященный полностью Великой Отечественной войне Мы его назвали край, в котором мы живем И вот потихонечку Опять же, благодаря нашим замечательным родителям Мы по крупице собираем данный музей У нас уже есть некоторые экспонаты Которые даже Сказал бы, очень интересные Детвора с удовольствием это рассматривают Также около музея можно в этом музее провести Познавательное занятие Где можно рассказать детям Показать непосредственно на вот этих живых примерах Еще мы сотрудничаем с детскими центрами Которые охотно приезжают к нам выступать Показывать какие-то свои спектакли Устраивают выставки Выставки, да Это вот благодаря школе искусств Классика 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 это первая организация Которая откликнулась на сотрудничество с нами Почему первая? Они участвовали в разработке нашего логотипа детского сада То есть еще до открытия сада У учеников данной школы было задание Придумать логотип нашего детского сада И на открытие Когда было открытие Когда к нам приехали наши почетные гости У нас была выставка Именно логотипов детского сада «Жемчужинка» Также классика у них там Плодородно растут цветы И половина зелени Которая у нас здесь в детском саду Это оттуда То есть они с удовольствием с нами поделились Потому что понятно Октябрь, сад только открывается Хотелось какого-то уюта, красоты И наши художники приехали Опытным глазом посмотрели И сказали, надо вести цветы Это вот первая организация Мы им очень благодарны И до сих пор мы с ними поддерживаем сотрудничество Они нам устраивают маленькие вернисажи В детском саду Причем детям это тоже безумно нравится Посмотреть на работы детей, которые чуть старше То есть, допустим, сейчас у нас выставлена осень И тема осени у нас проходит не только на репродукциях знаменитых художников Но и сюда также педагоги выходят и делают рассказы по данным картинам То есть дети пытаются их описать, рассказать, что они видели, рассмотреть Также перед рисованием, перед уроком рисования Они также приходят, смотрят, какие краски использовались, какие приемы, как можно еще Потому что, если вы заметите, здесь все приемы разные Это очень интересно, когда вот вживую ребенок может прийти посмотреть Не просто холодную картинку посмотреть, да, увидеть А потом в группе продолжить тему живописи Которая легко вплетется уже в занятия Да, они сначала беседуют, а потом они уже это все И стараются тоже использовать ваши педагоги разные техники Оборудованные группы, старшие группы интерактивными досками Да, интерактивные доски это в течение трех лет Вот у нас хорошо получилось Мы в четырех группах установили данную технику И детям безумно нравится Конечно, мы соблюдаем нормы по САНПИНу То есть им недолго пользуются Но самое главное, что наши подготовительные группы, когда пойдут в школу Дети умеют ими пользоваться Они не боятся Они не будут отвлекаться Потому что в школах сейчас практически везде Используют интерактив Презентации, какие-то красивые слайды, картинки Наши дети уже это все умеют Самостоятельно могут пользоваться И все-таки данное оборудование дает больше возможностей Больше возможностей для педагогов Можно показать живую, можно показать репродукцию Можно показать целый фильм То есть в составе Как оно создается, данное произведение И это тоже очень удивительно Когда можно разные техники использовать И для детей интересно Потому что наши дети должны уметь владеть всем Всему учиться И я рада, что у нас сейчас на данный момент Появилась такая возможность Для детей показать разное Спасибо, Мария Викторовна, за интересную беседу Вы смотрели программу «Моя планета» Верьте в себя, и у вас все обязательно получится Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok